Резолюция Европарламента состоит из двух частей. Одна посвящена борьбе с экстремистскими материалами исламистов, вторая — с влиянием российских государственных СМИ, занимающихся и навещанием. Автор документа — депутат от Польши, член правой партии «Закон и справедливость» Анна Фатыга. После аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины, многие западные демократии ясно увидели распространение дезинформации. Согласно докладу Фатыги, Россия стремится расколоть Европу, посеять рознь между странами, ослабить партнерство с Америкой, дискредитировать институты ЕС. Отдельно в докладе упоминается телеканал Russia Today и информационное агентство «Спутник». Сейчас оба под началом телеведущего Дмитрия Киселева, который прославился запоминающимися высказываниями. Да и Россия — единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Авторы доклада выделили несколько основных направлений работы российской пропаганды. Первая — конспирология. Например, малазийский «Боинг» под Донбассом мог сбить украинский штурмовик. Или история о том, как мигранты в Берлине якобы изнасиловали русскую девочку Лизу. Второе — изображение выбравших евроинтеграцию соседей от Украины до Прибалтики и Молдовы несостоявшимися государствами. И третье — дискредитация европейской демократии и институтов. Такая риторика звучала во время шотландского референдума о независимости или дискуссии по Брекзиту. При этом сюжеты российской пропаганды находят свою аудиторию. Ей становятся как ультраправые националисты и евроскептики, так и ультралевые антиглобалисты. «Кремлевская пропаганда пытается охватить как можно больше людей. Это в интересах Кремля — искажать правду и распространять ложь. Сначала российское правительство опробовало это на своих гражданах, доказав известный еще с советских времен феномен, когда телевизор побеждает холодильник, режим становится весьма устойчивым». Российский МИД немедленно обвинил Евросоюз в дискриминации, а президент Владимир Путин назвал резолюцию свидетельством политической деградации Евросоюза. «За репрессу журналистов, которые побудили представителей представительного европейского органа принимать такие решения, поздравить с тем, что они проводят, судя по всему, весьма активно, результативно». Маргарита Симоньян, главный редактор «Раша Тудэй», назвала резолюцию вопиющим лицемерием и проявлением двойных стандартов. «Появилась у нас аудитория, сразу оказалось, что это очень-очень страшно, и нужно найти срочно какие-то способы законодательные и другие, и чтобы это иное мнение больше никогда не слышать». Впрочем, эксперты отмечают, резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. «Предлагается большой набор мер, которые могут быть имплементированы на практике, а могут и не быть имплементированы на практике. Но все эти меры носят характер развития чего-то, а не ограничений. То есть развитие медиа-образования, развитие образования аудитории, развитие качественной журналистики в Евросоюзе. Там нет упоминаний цензуры, дискриминации, ведения какого-то дополнительного лицензирования, необходимости регистрации в качестве иностранных агентов». Но и с такой формулировкой внутри Европарламента согласны не все. «За резолюцию проголосовали 304 депутата, против – 179, более 200 воздержались». «Этот доклад фокусируется на одной стране – России. Но что еще хуже, что, несмотря на наши протесты, в него также включен ИГИЛ, будто бы это тоже государство. Они угрожают нам и представляют серьезную проблему. Но я против того, чтобы ставить в один ряд террористическую организацию и государство. Годами мы пытались не допустить их признания государством». Впрочем, противодействовать исламистам Европарламент предлагает гораздо жестче, чем российской пропаганде. По словам главы европейской дипломатии Федерики Маггерини, в ЕС действует специальная служба, которая отслеживает материалы ИГИЛ в интернете. Они уже обнаружили 15 тысяч страниц с экстремистскими материалами. Большинство из них уничтожены. Екатерина Бучнева. Настоящее время.